Вот этот нож мне подарил отец известного шеф-повара из Кабардино-Балкарии, Бесуа Чеченова. Это настоящий мужской подарок. Он говорит, у нас в Кабардино-Балкарии, когда я дарю нож, значит это вот для меня уважаемый человек. Я этим ножом очень редко пользуюсь, храню его как такой реликвию, подарок, очень крутая штука. Я к чему все это рассказываю? Сегодня совершенно мужское блюдо. Сегодня сварим гороховую похлебку, гороховый суп настоящий, такой, я бы даже назвал его сибирским, но, конечно же, с моим легким авторским оттенком. Итак, что сегодня у меня есть на столе? Желтого первого сорта гороха. Все варят из желтого гороха, но никто из моих знакомых не делает это из зеленого, а жаль. Потом у меня из копчености сегодня будет вот что. Все варят из чего? Правильно, из свиных ребер. А если взять очень крутые, вкусные, мои любимые сосиски, Если взять копченую, очень ароматную и мощную курицу и, конечно же, грудинка, потому что здесь, во-первых, жирок есть, здесь есть шкура, здесь есть мясо, есть что поесть. Из овощей самое простейшее это морковка-лук. Да, я врубаю пока кастрюльку для того, чтобы она нагревалась. Значит, морковочку на крупной терке сразу же. Ой, сейчас осень, морковка свежайшего урожая, ароматная, сочная. Главное, чтобы пальцы на месте были, потому что я уже тут, японская терочка, это рубанул себе пальчик. Японцы хорошие терки делают, жаль, они у нас не продаются в России. Это я откладываю и сразу же отправляю морковь пастероваться. Я начинаю всегда варку горохового супа с овощей. Вот, интересно, уже кто-то написал комментарий, а что без масла нужно жарить? Да нет, с маслом, просто я ищу, где масло стоит. Я всегда так, сначала забрасываю овощи, потом наливаю масло. Лук произвольным кубиком, значит, произвольным кусочком все это нарезаем. Раз, два, три. Все готово. Все это сразу же морковки. Воду я всегда кипячу в чайнике. Потом заливаю уже горох горячей водой. Значит, если вдруг профессора, химиков, физических наук сейчас начнут утверждать, что там плохо ли горох варится, или хорошо, лучше его заливать холодной водой, замачивать, еще что-нибудь. Все это чушь собачья. Сами попробуйте. Замачивать, не замачивать, а и в горячей, холодной. Три кастрюльки поставьте и сварите. О, давайте так сделаем, да? Сделаем про горох. Миллион людей, которые утверждают, что горох нужно, одни говорят, надо замачивать перед варкой. Другие говорят, нельзя горячей водой его заливать. Третьи говорят, надо холодной водой заливать. Все, мы сейчас пассеровались. Горох сюда засыпаем. И заливаем воду сразу же сюда. В таком количестве, чтобы воды было в два раза больше, чем гороха. В процессе, если будет интенсивное кипение, вода будет быстро выпариваться, тогда можно будет добавить еще немножко воды. Когда-то давным-давно мы начинали снимать ролики. Я все стремился к тому, чтобы было все изысканно, красиво. Чтобы были ресторанные блюда, или около ресторана, или похожи на ресторанные блюда. А потом однажды, значит, ну, это никому не надо было, да? Это никому было не надо, и просмотров было очень-очень мало. Значит, продюсер говорит, надо что-то менять. И в очередной день, опираясь, снимать было нечего, я залез в холодильник, обнаружил там сосиски. Не буду говорить, чьи, просто сосиски. Порылся под раковиной, обнаружил картофан. Я говорю, давай картофан с сосисками сделаем. И после этого ролика я стал знаменит, потому что это первый ролик, который реально выстрелил. Не имея никакого количества подписчиков, я получил очень большое количество просмотров. И вот с тех пор продюсер меня мучает и говорит, надо готовить из сосисок, надо готовить из сосисок. Вот, мы пришли к тому, что я сейчас готовлю из сосисок. Но, дело в том, что я беру вкусные сосиски, те, которые я люблю. А для того, чтобы найти вкусные сосиски, нужно как минимум перепробовать всех производителей. Я нарезал вот таким треугольничком пару сосисок. Значит, а то все... Знаете как? Кто-то придумал в советские времена варить, значит, гороховый суп из свиных ребер. Свинина доступная, мяса там нету, но зато их так мощно коптят, что супу передается вот этот характерный мощный копченый запах. Я подумал, ну, грудинку меньше коптят, сосиски меньше коптят. А если дать меньше копчения супу и получить более нежную и романтичную консистенцию? Ну, такой, знаете, не совсем охотничий вариант, а домашний, вкусный, наваристый, но и с легким авторским акцентом. Поэтому я не смог обойтись, во-первых, без сосисок, во-вторых, без грудинки. Грудинку тоже, по своему разумению, выбирайте. Если вдруг у вас есть что-нибудь приличное, берите поприличнее. Не ешьте шлак, не ешьте, друзья, я вас умоляю. Прям вот это вот дешевое. Вы же знаете, сколько стоит килограмм мяса. Вы же знаете, сколько стоит килограмм даже дешевой курицы. Но не может, блин, куриная какая-то котлета стоить 50 рублей. Но не может она никак стоить. Там потому что в три конца, в четыре накручивает один производитель. Потом второй, потом третий, продавец. Потом доставка. Потом я маме всегда говорю. Мама такая, ой, а мы у вас, дорогая свинина, мы в Красноярске покупаем по 200. Я говорю, по 200 что? Свинину. Я говорю, мам, мы в деревне выросли. Ты знаешь, сколько стоит корм для того, чтобы выкормить свинью? Она же не может стоить 200 рублей. Не может. А у свиньи сало убрали, кости убрали, кишки убрали. Если свинья, допустим, весит 100 килограммов, то у нее практически 50% отход. То есть это сколько? Если это финальный кусок мяса стоит 200 рублей, сколько свинья целая стоит? 500 что ли? Гормоны, вся эта хрень, превращают животное в быстрый рост. Я боюсь всегда за низкие цены. Как бы идея-то основная какова? Лучше чуть-чуть больше платить за еду и выбирать продукт, может быть, по объему меньше. Не набивать требуху до отказа вот этой дешманской туалетной бумагой, чем потом платить бабульке за что? За лекарства, 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 лекарства. Это отказало, это отказало. Мы же когда молодые, это все такие уверенные, типа истерии. Ребята, да что мой организм все переварит? Переварит все вообще, не переживайте. Там говорят, это не ешьте, не пейте кока-колу, это говно вообще несусветное. Да ну ты что, все же пьют и все, и никто не умер еще. Ну да, да. Смотрите, курочку взяли, косточку отправили сюда. Пусть варится. Все остальное, если вы по каким-то диетическим нормам, значит, решили снять кожу, снимайте ее. У меня нет никаких диетических норм, видите, мне ее не надо. Я с кожей все рублю. Горох варился примерно 30 минут. Примерно 30 минут варился, нужно смотреть, чтобы горох уже начал распадаться. А теперь до окончания варки примерно 5-7 минут. Пора добавлять все копчения. Оп, курица. Значит, сосисочки. Грудинка. Смотрите, по желанию можете добавить картофан. Я картофан не добавляю, значит, но я добавляю воду для того, чтобы разбавить консистенцию. Видите, я добавил копченостей и понял, что там густо. Кто-то утверждает, что гороховый суп должен быть густой. Да, тогда не добавляйте воду, добавляйте копченостей, и все будет супер. Я считаю, что суп должен быть супом, а не кашей, поэтому лишние косточки я убираю, которые поварились и уже нам не нужны. Лавровый лист бросаем свеженький. Зубчик чеснока по вкусу. Кто считает, что не надо добавлять, не добавляйте. Но чеснок и копчение, это две неразделимые вещи. Вы же знаете мою любовь к чесноку. Только в десерты не добавляю, и то скоро буду добавлять. Есть, кстати, у Хуана-Мария Арзак, это Арзак ресторан, три звезды Мишлен, у них есть десерт чесночный, чесночного вкуса. Чеснок добавляем сразу же. Теперь даем закипеть. Кипит ровно две минуты. И снимаем. О, горох разварился. И только не пишите, пожалуйста, мне, что это должно быть однородное пюре. Нет, горох должен чувствоваться. Не нужно, чтобы горох превратился в однородное пюре. Так случайно получалось в столовых, а потом люди постарше привыкли на этой советской кухне, что горох разваривается в течение того времени, пока стоит в тепле. То есть вы его не довариваете, он у вас потом дойдет, разварится, размокнет. Смотрите, во-первых, очень классный желто-зеленый цвет. Нет, не характерно реально варить суп гороховый из зеленого гороха. Но вот я не встречал нигде. А почему? Я не знаю, это же прикольно. Горох-то красивый зеленый. Он вообще изначально зеленый, если вы помните. Какая вкусная гороховая жижа. Горох сварился, кстати, классно. Знаешь, чего не хватает? Не хватает копченой паприки. Шучу, конечно, я, блин, здесь только копчение. Какая еще копченая паприка? Черного перчика чуть-чуть. Ой, супчик вообще великолепный. Такой поел супчик, а потом такой, извините, друзья, музыкальная пауза. Уй, из кадра исчез. Горох-то горячий какой. Укропчика еще всего надо. У меня просто нету его. Морковка разошлась. Маленькими кусочками ее еле-еле видно. Лук не чувствуется. Тоже он разошелся. До свидания, дорогие друзья. Это была программа «В гостях у сказки». С вами я, ее ведущий Василий Емельяненко.